Водитель нефтевоза, работающий на месторождении Трепс, обнаружил необычную находку. На снегу он увидел детеныша тюленя. О животном сразу сообщили начальнику месторождения. Решение было незамедлительным – спасать потеряшку. О том, как оказался детеныш тюленя в 40 километрах от моря, остается загадкой. Гренландский тюлень, как и все ластоногие, далеко от суши не уходит. У моря они кормятся и отдыхают. Поэтому, когда водитель нефтевоза месторождения имени Трепса сообщил о находке, многие удивились. Но решение приняли незамедлительное – найти и спасти малыша. Все заволновались. Давай возьмем с собой воды, чтобы поливать. Я говорю, зачем поливать, если это же не рыба. Ну, селедку попросили в столовой. Говорят, дайте мы поедем спасать нерпу. На спасение ластоногого выдвинулось аварийно-спасательное формирование. Четыре трекола и почти два десятка вахтовиков. Место, где видели тюленя, находится примерно на середине пути между месторождениями Титова и Трепса. Останавливались почти каждый километр и веером прочесывали местность. Поиски продолжались три с половиной часа. Когда стало темнеть, отряд потерял надежду. Но им повезло. Испуганный малыш неторопливо двигался в сторону моря. Мы тут так радовались, что его живого нашли. Давай ему рыбу давать. Он вначале эту рыбу так почмокивал, даже посасывал. Ну, говорим, совсем детеныш. Ну, месяца три, наверное, от мамы оторвался недавно. Аппетит у малыша был отменный. После нескольких рыбешек серка, так называют детенышей тюленя, стал подвижным и активным. Чтобы доставить его к морю, пришлось использовать мешок. Ещё два часа на треколе, и команда была на побережье Баренцева моря. Там тюленя и выпустили. Завидев море, детеныш с заметным ускорением скрылся во льдах.